Здравствуйте! Сегодня 15 июля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Банкир.ру. Вчерашние торги евро провел в узком ценовом диапазоне 1,2738-1,2690, лишь на короткое время прорвавшись выше и зафиксировав дневной максимум на отметке 1,2777. Рост единой валюты в последние дни сложно объяснить очевидными фундаментальными факторами, особенно если вспомнить, что только что был понижен кредитный рейтинг Португалии, а доверие немецких инвесторов продемонстрировало в июле снижение уже третий месяц подряд. Можно вспомнить и о последних новостях из Европы. Резкое снижение индекса экономических ожиданий, проблемы банковского сектора Испании, взявшего в долг у Европейского банка рекордную сумму 126 миллиардов евро. То, что рынок игнорирует происходящее в Европе, может на наш взгляд говорить об одном. Центр внимания инвесторов переместился из Европы в США. Евро укреплялся в эти дни преимущественно на фоне роста европейских и американских фондовых индексов. Однако уже вчерашняя торговля на валютном рынке происходила при низких объемах торгов и, возможно, при переизбытке длинных позиций по евро. Кроме того, европейские и американские фондовые рынки в среду закрылись разнонаправленно, что может говорить о завершении их недавнего роста. Учитывая это, можно предположить вероятность некоторой паузы в подъеме единой валюты и возобновления снижения. Целевые уровни снижения 1,2709, 1,2669, 1,2620 и 1,2564. Вместе с тем нельзя исключить вероятность возобновления подъема пары, который станет актуальным в случае пробоя вверх уровня 1,2777. Тогда дальнейшее движение будет направлено к 1,2871 и выше. Курс британской валюты по отношению к доллару на вчерашних торгах поднялся до уровня 1,5296 на фоне позитивной экономической статистики из Великобритании. Опубликованные данные по рынку труда, оказавшиеся лучше предыдущих и выше прогнозов, подтвердили, что восстановление британской экономики набирает силу. Уровень безработицы в стране понизился до годового минимума 7,8%, количество безработных также уменьшилось. Восстановление рынка труда вместе с высоким уровнем инфляции, который был продемонстрирован в экономической статистике последних дней, может усилить сторонников более жесткой политики в Банке Англии и ускорить пересмотр основной процентной ставки, что в свою очередь приведет к подъему британского фунта. Сегодня мы ожидаем начала коррекции пары фунт-доллар к предыдущему подъему и снижение фунта целевым уровнем 1,5236, 1,5186, 1,5144 и 1,5118. Альтернативный сценарий возобновления подъема будет возможным в случае пробоя вверх уровня 1,5296. Тогда следующим целевым уровнем станет 1,5389. В четверг выйдет целый блок показателей из Японии. Среди них протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике и решение по основной процентной ставке, которую планируется сохранить на прежнем уровне 0,1%. Изменение объемов заказов на оборудование и объем инвестиций японских и иностранных инвесторов. В США сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы, количество первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице. Кроме этого, выйдут важнейшие показатели по динамике объема промышленного производства, загрузке производственных мощностей, ценам производителей и деловой активности по данным Федерального резервного банка Филадельфии. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.